Я считаю, что сейчас два события коренной поворот осуществили в развитии всей обстановки на Ближнем Востоке. Первое, это сделка вокруг ядерной программы Ирана, она коренным образом все развернула на Ближнем Востоке. И второе, это то, что Россия действует в рамках военной операции по борьбе с террористами, с ИГИЛ и другими террористическими группами в Сирии. Вот эти два события, они ключевые для изменения стратегической и геостратегической обстановки в регионе Ближнего Востока. И повторяюсь, дело не только в роли России. Да, Россия, как некоторые говорят, пришла на Ближний Восток, но она никуда не уходила. Но в том числе, я считаю, совершенно неправильно, как иногда делают за рубежом, квалифицировать нашу операцию как некую интервенцию. Есть такое слово, особенно по-английски, intervention. Это не интервенция. Мы не ввели туда войска, мы не занимаем чужую территорию. Мы на законном основании, по просьбе правительства Сирии, которое мы рассматриваем как легитимное, как законное, мы помогаем ему избавить Сирию от террористов. Как только эта цель будет выполнена, мы оттуда уходим. И сухопутной операции, как говорит наш президент, ни в каком случае все равно не будет. Речь идет о воздушных ударах. Воздушные удары делает 11 государств и без всякого разрешения местной власти. Поэтому, я думаю, что тут не нужно преувеличивать какой-то такой военный аспект этой проблемы. Мы все время подчеркиваем, что военного решения сирийской проблемы не существует. Внутреннюю проблему, внутренний конфликт не решить военным путем. А очистить территорию от террористов нужно, необходимо.